Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Что делать и что изменить в себе, чтобы парни смотрели на тебя не как на подругу свою девчонку, а как на девочку, с которой можно строить серьезные отношения и влюбляться. По поведению и манерам одеваться, одеваться сразу скажу, не в спортивном стиле, разговариваю не как парень, без жаргонов и так далее. Я думаю, что начать мой ответ нужно, наверное, с того, что вы, в принципе, хотите отношения. Дело в том, что когда человек сам по себе хочет отношений, когда человек сам по себе уже нацелен на отношения, это уже может быть определенной проблемой, потому что человек в этом смысле может решать какую-то другую свою проблему, не связанную с, собственно говоря, отношениями. Вот. И в этом смысле вам нужно, как мне кажется, более внимательно посмотреть на то, а зачем вам отношения сейчас? для чего они вам нужны? То есть вот, из какой потребности вытекает ваше желание отношений. Вот. Потому что выстраивать отношения с позиции, что я хочу отношений, да, в отрыве от личности, например, мужчины, в отрыве от своей личности. это не лучшая идея. Не лучшая идея для вас. Потому что, ну, в какой-то степени здесь будет чувствоваться то, что вот часто мы называем чрезмерной мотивацией. Вот. Или сверхмотивацией. Мотивацией. когда человек, вот, ну, был слишком замотивирован в том, чтобы создать отношения при этом на личность, свою личность, да, личность партнера внимание обращается, ну, или совсем немного, да, или вообще не обращается, вот, к сожалению. Поэтому здесь вот такой момент нужно обязательно учитывать. следующий момент, на который, как мне кажется, нужно обратить ваше внимание, это на что, в общем-то, какая у вас модель женского поведения. Что это у вас, модель женского поведения? У вас? Ну, какая она? Что из себя подставила эта модель женского поведения? То есть, какую, например, вы модель поведения женскую считаете, ну, скажем, скажем так, подходящая для себя, хорошая, приятная, вот, которая бы вас, ну, скажем, восхищала бы. Вот. Что это за модель? Могла бы быть. Вот, с этого тоже можно, в принципе, начать. Начать. Да? Вот. С этого. Дальше, по поводу чего вы знакомитесь с парнями, да? То есть, что мы за вами общего? Вот. Это тоже очень важный момент, потому что, если этот аспект не очерчен, так скажем, вот, то вам сложнее будет устраивать отношения с мужчинами, вот, ну, и вообще с людьми. следующий момент, это то, что вы в какой-то степени идеализируете отношения к себе самой, то есть, вы говорите насчет смотрели как на девушку, с которой мы серьезно, серьезно, строите в углах, да? Но это, так скажем, следующий этап. А в начале все-таки начинается именно с такой вот несерьезности. И это нормально. Поэтому не стоит, как мне кажется, обесценивать вот этот этап. Потому что он такой же ценный, как и другие. Ну, вот. ну и собственно последнее, на что хотелось пообратить ваше внимание, это всегда ли вы ну действуйте соответствует тем, что хотите. Понимаете? Так? И если нет, если вы не всегда действуете так, как вам хочется, например, а себя заставляете, то вот еще одна причина, по которой вам сложно устраивать отношения с людьми. с людьми. Ну вот. Ну вот, наверное, так. В целом, я бы рекомендовал, конечно же, психотерапию, в первую очередь, да, чтобы разобраться, какой у вас плохой страхи. Вот. А, и там уже можно вот те зажимы, места, где вы себя зажимаете, да, не расслабить, и вам будет проще. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Вот. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь, обращайтесь. Обращайтесь в помощи.